Всем привет, мои хорошие! Вы на канале 30+. Меня зовут Алиона Янутрициолог-психолог. Сегодня с вами говорим про висцеральный жир на животе и кортизол. Очень многие мне пишут о том, что, Алена, я прошла какой-то марафон, и меня научили есть меньше. Я прошла какой-то марафон, и я теперь понимаю, что значит мой рот и мои органы. А я думаю, ну а ты до этого не понимал или не понимала? Ладно, я как всегда шучу в первых эфирах, но ладно, перейдем к самому-самому такому базовому моменту. Многие не знают, что можно быть худым и иметь жир на животе. Кстати, у меня он тоже есть. А знаете почему? Кто обычно страдает жиром на животе, даже если он худой? Обычно этим страдают люди либо трудоголики, либо кофеголики, либо те, кто в принципе постоянно на стрессе, на кортизоле. Обычно это какие-то преподаватели, либо предприниматели, потому что им не всегда есть расслабиться, отдохнуть, погулять, все делать размеренно, спокойно, релакс, текеризе. Так вот, жир на животе, тебе он не нравится, мне честно говоря тоже, но все диеты, они направлены на то, чтобы сделать так, чтобы ты меньше ел, меньше потреблял калорий, считал свои калории, зациклить тебя на каких-то моментах стресса. В общем, все не про настоящее. Висцеральный жир на самом деле сгоняется, убирается. Я убирала полностью, но тогда я жила совершенно в другом режиме, режиме лайтовом, когда все прекрасно. Другой момент, висцеральный жир может быть при наследственности, как правильно, если у родителей имеется лишний вес и отложение висцерального жира на животе, детям предстоит справляться. Другой момент, неправильное питание. Конфеты хлебобулочные, жирные и вот эта вот история про дробное питание, потому что если я не покушаю, я умру. Я хочу сказать фру-фру, умру. Но другой момент, если у тебя есть, например, стресс или дефицит сна, здесь очень серьезная история происходит с лептином, с мелатонином и, соответственно, недосыпающие люди, они потребляют больше калорий. Чем опасен висцеральный жир? Болезни сердечно-сосудистой системы, деменция, бронхиальная астма, онкология, диабет. И если мы с тобой говорим про то, как определить количество висцерального жира, просто измерить талию. Другой момент, биопеданс можно сдать. Что нужно делать? Давай я не буду тебя сосредотачивать на всей этой ереси.